Со встречи вот с собой 25-летней давности. Да, это, пожалуй, то, что меня сейчас переполняет. А, конечно, мы построим встречу так, как только что и было сказано. И я что-то скажу, поговорю, немножко почитаю. Потому что на самом деле, мы все знаем этот эффект, включая нашего любимого исполнителя. И вот он поет, и мы летим с ним куда-то далеко и высоко. А потом вдруг он начинает зачем-то говорить от себя что-то. И бывает такая бездна. Потому что когда он поет, каждый художник в какой-то степени всегда шире и больше себя оказывается, когда он пишет музыку, песни, прозу, картины, и уменьшается до размеров себя, когда он просто человек. И вот эта разница между одним и другим иногда потрясает. Не у всех так. Некоторые, наоборот, противоположные впечатления производят, но реже. То есть человек масштабный, интересный, а пишет какую-то ерунду. Такое тоже бывает. Но чаще иначе. Поэтому, мне кажется, правильно мне будет все-таки немножко и почитать. И я не знаю признаться. Я в тяжелых колебаниях. С чего? Потому что у меня были одни представления о том, что, зачем сегодня читать. А теперь они изменились, потому что я уже сказала почему. Потому что я зашла в троллейбус своего детства. И, наверное, все-таки я сначала прочитаю фрагмент как раз о том самом времени, которое открыло границы, которое вдруг сделало таким доступным огромный мир. И действительно, и помыслить никто не мог. Как все здесь, кто сидит, все это прекрасно понимают. Потому что принадлежат поколению, которое это помнит хорошо. И помыслить никто не мог, что можно будет вдруг отправиться учиться в Америку, в Лос-Анджелес, там Голливуд. Это все, что я знала про Лос-Анджелес. И каково же было мое изумление, когда оказалось, что в Голливуде... Голливуд — это русский район. Что тот Голливуд, о котором мы знаем, — это микроскопическая часть огромного Голливуда. И там, в Голливуде, это не лучший район Лос-Анджелеса, вовсе не престижный. И там живет очень много русских, много русских магазинов. И так далее, и так далее. Словом, вот об этом времени, об этой поре, о середине 90-х, когда сначала я училась в Лос-Анджелесе в аспирантуре, и это было просто. Но мне теперь кажется, что поступить было довольно просто, потому что я просто отправила документы в несколько университетов, и вот в Лос-Анджелесе как-то кивнули, и все. И тут я и поехала туда впервые, оказавшись за границей, разумеется. И кроме того, мы, естественно, на каникулах пытались еще куда-нибудь съездить, потому что все еще было очень свежо и в новинку. И вот один рассказ в книжечке, который здесь нет в магазине, но она есть у меня в руках. Называется она «Плач по уехавшей учительнице рисования». Вот она. Она достанется в конце встречи тому, кто задаст лучший вопрос. Это будет хороший повод с ней расстаться. И один рассказ в этой книжке как раз посвящен тем временам Лос-Анджелесским. Называется он «Пицца-хат». Это в двух словах абсолютно документальная история. Я там этого не скрываю, что это про меня. О том, как я работала в пицце. Потому что, как напомнила мне замечательная экспозиция по соседству, курс доллара в то время, когда я поехала учиться в Америку, было около шести рублей. И это были огромные деньги. В общем, родители сумели меня снабдить трехстами долларами в мешочке, который был сшит мамой. И вот сюда аккуратно прикреплен, чтобы никто не украл. Кто мог украсть, как. У нас были свои представления о мире. И этих денег, оказывается, не хватило, когда я приехала в Лос-Анджелес, даже на то, чтобы снять комнатку. Потому что комната, которую я снимала, стоила 400 долларов в месяц. Словом, мне пришлось почти незаконно, но у счастья, и в Америке не все законы соблюдаются, работать. Почему незаконно? Потому что, не буду объяснять. Словом, я имела право работать только в университете. А тех, той небольшой стипендии, которую мне выдавали в университете, ее не хватило бы на самолет и прочее. В общем, мне пришлось работать, и на рождественских каникулах я отправилась в пиццу. Подробности читаю в этой книжке. Тут же получила в тот же день, в первый день работы, предложение «Руки и сердца» от чудесного человека по имени Салим, который был мне по плечу и вообще другой веры. Но это ничего из вышеперечисленных фактов его не смущало. Ну, об этом читай Пиццу Хатт. Я не из нее хочу прочитать кусочек. Мы поехали странствовать и попали в Иерусалим и в Израиль. Там были какие-то знакомые, которые учились со мной одновременно. И вот один рассказ написан мной, 25-летний. Он называется «Озеро чудес». И он как раз о том времени и о тех ощущениях сейчас. Совершенно непонятно, как соединять микрофон и держание книги. Никак. Ну, я думаю, справлюсь. Только просто я буду не очень изящно выглядеть. Ну и ладно. Вы меня простите, правда? Значит, а-а-а! Почему я сказала, что это нету книжки? Это-то лучше гораздо, потому что она, это она же ведь, да? Почему я сказала, что ее нет? Просто другое издание. Ее легче держать. Мы сейчас ее и откроем. Это рассказ, к сожалению, перед началом его есть фраза памяти Марго. Это рассказ о такой длинной и, на самом деле, замечательной прогулке с девушкой из России. Она была у меня довольно заметно старше. И мы с ней путешествовали по Израилю. Ну и, в общем, она была алкоголичка, что очень скрывала. Она думала, что это незаметно. А главная героиня этого рассказа, которая и похожа на меня, и не похожа, все-таки я чуть-чуть ее утрировала, потому что я сделала ее совсем уж правильной. И это пора 90-е годы, середина 90-х. Это пора, когда никаких противоречий с церковью и прочим, связанным с ней, я не испытывала. И героиню сделала совсем уж правильной христианкой, которая объясняет своей подруге, что пить нехорошо, что есть другие способы извлекать радость и прочее. Ну вот одна такая дурочка, молоденькая, а другая уже взрослая, зрелая, не возражающая этой дурехе. Но, конечно, все понимающие, и понимающие, что так просто не избавиться от этого. И кончается все тем, что они обе, и правильная, и неправильная девушка, прекрасно отпивают глоток за глотком из той бутылочки, которая лежит у Лизы в рюкзаке. И кончается все так. И дальше они снова ехали в Тверию. Автобус уходил только через час. Они ждали в привокзальном кафе, совершенно безлукогольном, увы. И тайны от служителей снова и снова разливали по уже освободившимся от быстро опрокинутого сока бумажным стаканчикам прозрачную жидкость. Ели апельсины и отпевали долгими медленными глотками. И потом громко-громко говорили по-английски, как две заправские американки. И было все еще мало. Не хватило самую малость до полного взлета. Но кончились деньги. Помнишь? И Анька все повторяла. Еще бы чуть-чуть. Little, little, литр. Литр подхватывала Лиза. И они хохотали. На табло загорелись нужные зеленые буковки. Прикатил их автобус. В салоне играла музыка. Водитель, молодой, веселый израильтянин, подпевал радиопесням. И перекрикивался с пассажирами. На макушке в черных кудрях затерялся светлый кружок кипы. Аньку так и подмывало постучать пальчиком по этой смешной макушке. И еще хотелось в туалет. Что ж ты на вокзале? Что ж ты? Лиза давилась смехом. Все ее сейчас невероятно смешило. За высокими окнами простиралась святая, святая земля. Чувствуешь? Да что-то не очень. Темно ж. Огоньки и как будто деревни. Слышишь? Собака лает. Мы вообще-то где? Говорю же тебе. Говорю же. Лизу снова душил беззвучный хохот. Анька тоже смеялась тихо. А потом стала, кажется, засыпать. Прямо на ходу. Не переставая. Спасибо. Не переставая кивать, Лизке и даже что-то бормоча ей в ответ. Но внезапно очнулась. Пришла в себя. Пробила насквозь пеленой этих выкриков, схлипов, смешков. И проговорила. Быстро-быстро. Вот сделаем чудо. И ты больше не будешь. В смысле пить. Да? Вообще ни разу. О чем разговор? Ты же видишь. Все под контролем. Отвечала Лиза сквозь смех. Свет в автобусе погасили. В темноте сверкали ее глаза. Да в жизни больше. А главное, зачем? Мне так хорошо. Очень. Ты же видишь. И Аня соглашалась. Мотала головой. Улыбалась. На них оглядывались два низеньких черных человека. Справа. Давно уже хитро посматривали в их сторону. Говорили что-то возбужденное на своем языке. Аня и им улыбалась. Кивала. Потому что мир был чарующе сладок. Благоуханен. Напоен. Потому что они были граждане вселенной. И Господь покрывал все. Все, какие хочешь, тяжкие грехи. Какие угодно намерения целовал. Ли я или я свою бесконечную милость. Я уж не говорю про воду. Серебряную воду. Тивериадского моря. Светлую, как луна. Упругую, как дальняя дорога вдвоем. Вот увидишь. Получится. Надо только не забыть снять кроссовки. Только горчичное зерно. Повторяла Анька. И клевала носом. Но музыка у водителя не давала ей окончательно соскользнуть. Но потом Катька, Мишкина жена, как и было обещано, встретила нас в Тверии с лицом пронзительным, детским. И опуская глаза, просила Аню завтра. Лучше завтра. Утром ходить по воде и делать чудо. Помогла ей раздеться. Повесила на вешалку пыльную куртку, дала отпить ледяного желтого сока, сводила умыть лицо в сверкающий кафель зеркала. Анька уснула тут же, в мягкой гостиничной кровати, крепко-крепко. Лиза еще долго курила на балконе, слушала плеск воды, смотрела на лунную дорожку, улыбалась одними губами в темноту и словно беззвучно разговаривала с кем-то. А Катька думала, надо подвинуться еще чуть-чуть, а то Аньке не хватает одеяла, и все подтаскивало ей новые одеяльные куски лунной прозрачной ночью над озером Генесарет. Лос-Анджелес, 95-й год. У этого рассказа история была такая. Когда мы вернулись из Твери, из Израиля, меня тоже, естественно, все, что там было, потрясло. Все это было ново, свежо, вообще все. Даже то, что водитель вдруг оказывается, он не сидит где-то там у себя в своем мире, а разговаривает со всеми весело, и они с ним переговаривают. Совершенно другие отношения, все другое. Я приехала и записала этот рассказ на свой первый компьютер, какой-то совершенно доисторический, допотопный, но купленный тем не менее в Лос-Анджелесе, тоже у каких-то специальных дешевых людей, которые дешево продавали компьютеры. А потом записала и забыла о молодости, о расточительности, о пофигизм полный. Забыла, и прошли годы. Я помнила, что где-то, не побоюсь этого слова, на дискете что-то такое было записано. Но что, но где, каким-то огромным трудом я нашла на дискете эту запись, этого рассказа. И он не читался уже, пришли новые времена, там были какие-то одни сплошные непонятные знаки. А тут пришла весть, что Марго, героиня этого рассказа, у нее обнаружили рак, и она умирает. Она умирает, и она вспоминала про меня, хотя мы вообще, говорю, наше знакомство было крайне коротким, тем не менее. Я вдруг подумала, что, ну, елки, надо этот рассказ расшифровать и отправить. Он уже к тому времени, да, это было несколько лет назад, но к тому времени ему-то этому рассказу исполнилось почти 20 лет, 18. И тогда я взяла себя в руки. Значит, там это была целая история. И в итоге рассказ был расшифрован. И я его напечатала, его распечатали друзья, в смысле, отправила по почте, по электронной, его друзья распечатали. Она его прочитала, улыбнулась, сказала, да-да, все, так и было. И я успела, я успела. И поэтому вот этот рассказ для меня действительно так подернут и грустью. Она вскоре умерла. И каким-то невероятным переживанием счастья. Потому что, мне кажется, вот это ощущение свободы, которое, не знаю, слышно или нет вам было, но это было действительно, наверное, главным ощущением того, что мир открыт, то, что действительно он лежит у ног. То, что ты еще такой, ну, тогда ты, конечно, этого не понимал, что еще юный и всесильный. Ну, вот. Потом Америка кончилась, и началась Россия. И я, конечно, не буду рассказывать всю свою жизнь. Это, пожалуй, долгое сроки. Я, наверное, сразу перейду к роману. У меня всегда была, значит, тяжелая особенность меня в том, что я очень жадный человек. Это ужасно. Потому что мне хочется все сразу, одновременно обязательно, на восьми экранах, лучше на двадцати. Это невозможно. Но я этому не верю. И все равно продолжаю как-то пытаться жить сразу-сразу многими жизнями. И только одна из них писательская. Только одна из них. И действительно, пора бы уже опомниться. Но все хуже и хуже. Это качество только разрастается, и я не могу его победить. Так вот, время от времени я писала какие-то книги, диссертации разные. Потому что один из этих экранов – это академическая жизнь. Другой из этих экранов – это преподавательская жизнь. Третий из этих экранов – это семейная жизнь, дети и так далее. Так вот, в какой-то момент я подумала, ну что я за писатель, если у меня нет романа. Настоящего большого романа. Но у меня, значит, не помню, к началу двухтысячных вышло несколько, три, наверное, книжечки. И все маленькие какие-то, подозрительно. «Бог дождя» с натяжкой. Некоторые кризики, которые очень меня любили, говорили, что это роман, правда, маленький. Но вообще-то это повесть. Эта повесть большая. «Современный Петерик», хорошо, тоже маленькая книжечка. Ну вот все они вот такого формата примерно, и при этом крупным шрифтом. Пора писать роман. Но о чем надо писать роман в России? Понятно? О любви. И о России. И так появилась тетя Мотя. Роман, который, мне казалось, должен абсолютно тоже удивительно. Наверное, в другом ощущении и переживании невозможно писать и ничего делать. А именно ощущение своего всесилия. Мне очень хотелось в тете Моте передать одну мысль. Вот я, наконец, раскрою карты. Я никогда не объясняю своих книг, но так как это является мостиком к следующей книге, придется объяснить. Мне казалось очень важным сказать о том, что «Любовь – долгосрочный проект». Вот эта мысль в какой-то момент меня поразила. Честно говоря, она мне уже кажется, честно говоря, банальной. Ну, конечно, долгосрочной. Ну, конечно, как и все настоящее. Это долго, это мучительно, это годы. Но когда мне это открылось, я думаю, вот напишу про этот роман. Напишу про этот роман. И одна из героинь, такой героиня тоже, может быть, слишком правильная, но именно ей я отдаю эту мысль, и она ее произносит, что очень часто действительно вот та страсть, которую люди испытывают друг к другу, мужчина и женщина, она такой остроты, что кажется, так должно быть вечно. Она уходит, она уходит, и дальше начинается труд, и дальше начинается движение друг к другу. Наконец-то он начинается. До этого было непонятно что. Ослепленность, огонь, охваченность вот этим безумием абсолютным. Но многие не знают о том, что только все начинается с того момента, когда страсть нас оставляет. И бросают друг к другу, уходят. Уходят, ищут себе лучшие доли. И так до бесконечности. А если бы они остались, если бы они дальше друг с другом продолжили жить, да через три года, через семь лет, они бы узнали, что их ждет еще лучшее, еще более глубокое, еще более интересное, чем то, что им открылось в этой страсти, в этом первом сближении. И вот мне ужасно понравилась эта мысль, которую я, повторяю, осознала, обсуждала там тоже с родными и близкими. И тетя Мотя об этом. И я думала, сейчас все прочтут тетю Мотю и перестанут разводиться. Захотят увидеть свет в конце туннеля. Ну, так не получилось. Более того, все, кто писал об этом романе, вообще эту мысль никто не считывал. Неа. О чем угодно. Наша современная Анна Каренина, история Адюльтера. Ну, конечно, да, там главная героиня, Марина ее зовут, прозвище Мотя, изменяет мужу, и это важно там. История Адюльтера, история поиска любви, что угодно. Но то, что мне хотелось донести до всех. Вот эту мысль, ровно одна женщина в далеком городе Мурманской области, я не помню, какой это был городок, маленький, в библиотеке была встреча, но надо было бы запомнить, потому что момент был исторический. Уже Мотя вышла какое-то время назад, и вдруг подходит ко мне после встречи с читателями очень милая женщина, очень немолодая, и сказала, а вы видите этот роман? Написали утро Детова фрагменты, и начинает мне пересказ где-то мысль. Мне хотелось ее обнять. Мне хотелось сказать, вы первая. Вы понимаете, я написала книжку, я 8 лет писала эту Мотину, потому что еще параллельно 7 экранов включены, когда успевала, значит, к Моте. Бежала и дописывала ее. И никто, и ничего. И тогда я подумала, ну раз так непонятно художественное слово, раз образ, это всегда загадка, и расшифровать его невозможно, напишу книжку о том, как быть счастливой на самом деле, прямо, прямым словом, прямым битым словом. И я пригласила говорить о счастье и обретении его, и о том, что такое любовь психолога, который мне казался «Симпатичный и умный». Татьяна Айзерская ее зовут. И мы вместе написали эту книгу, «Сглотнула рыба их». «Их» — это «Ключи от счастья женского». Как мы знаем, это поэма Некрасова, цитата, из «Кому на Руси жить хорошо». и там Матрена Тимофеевна говорит, что «Ключи от счастья женского» заброшены, потеряны у Бога самого. Их ищут, не найдут. А где они? Значит, их сглотнула рыба. Все, не найти их. И вот такое странное название объясняется тем, что эта книга о том, как их все-таки эти ключи найти, как эту рыбу поймать, пузо ей вспороть, и там ключи оттуда достать. И опять я была снова в светлой иллюзии, которая и меня подпитывала, и подогревала, что сейчас мы напишем книжку. Все женщины русских губерний всех на свете прочитают это для русских женщин, потому что там такие вопросы задаются и обсуждаются, которые давно мир решил. Ну там вот именно оставаться ли со своим мужем, если любовь ушла, или со своей женой, если любовь ушла. Что делать? Как вообще искать избранника? Какого избранника? Помилуйте. Сейчас вообще это понятие какое-то совершенно позавчерашнее. Оно и для России становится позавчерашнее. И нынешние молодые люди тоже эту книгу, она уже стремительно устарела за то время, пока мы ее писали. И прочее, прочее. Тем не менее, мне казалось важным что-то объяснить и главное объяснить, как не быть несчастной в любых обстоятельствах. И эта книга «Сглотнула рыбы». Это такие этапы, в первую очередь, женской жизни, начиная с тех времен, когда мама говорит, ты почему до сих пор не замужем, ты все еще не замужем, давай, ты что, я хочу понячить внуков, внуков, хочу понячить. И бедная девушка в конце концов уже не знает, куда деться от этой мамы. И часто, ну, дело не только в маме, а вот в этом общественном давлении, которое испытывала. Сейчас дело лучше. Любая незамужняя девушка, и часто именно поэтому она выходит замуж лишь бы, лишь бы, и чем это кончается, мы знаем. И кончая, дальше семейной жизнью, без семейной жизни, и совсем заканчивая уже старостью. Последняя глава в этой книге об одиночестве и о том, как быть счастливой в одиночестве. И это все не мои мысли, про это уж точно, а Татьяна Борисовна, которая там рассказывает про замечательную старушку, которую она встретила в брошенной деревне, в домике, одну, без света, но с печкой, и какая-то была счастливая бабушка. Ну, вот так. И опять я ошиблась. Книжка про счастье, которая, конечно, была многими прочитана, и даже кто-то подходил и говорил, ну, точно, это уж не моя заслуга, поэтому я эту фразу приведу, что эта книга лечит. Но поскольку психолог там говорил, наверное, она лечит, я скорее вопросы задавала. И следующий кусочек я, наверное, из этой книги прочитала, только я ее не вижу. А где она? А, я ее видела на прилавке. Ее надо, наверное, принести. Большое спасибо. Не забудьте взять обратно. Хорошо. Сейчас я теперь воспользуюсь чудесной стоечкой вот этой, если у меня, конечно, получится. Это предпоследний фрагмент. Предпоследний. Мы в середине нашего пути. Мы должны за середину. Ой, как хорошо это стало. Неудобно. Вот так. Ой, нет. Мне так оказывается неудобно. Вот так. Слышно что-нибудь? По-моему, перестало быть слышно с этого момента. Скажите, а мне кажется, незаметен эффект микрофона. В смысле, что он то ли отключился. Нет, да? Хорошо. Ну ладно. Спасибо вам большое. Снимают. Ужас. Я почувствовала себя совсем уже просто на экранах. Телезвездой. Так. Значит, вы знаете, рассказ этот я только потому хочу прочитать. Может, зря я думаю. Ужас. Потому что он короткий. Он ужасно мрачный. Ужасно. Вы готовы к мраку? Но не совсем. Все поездки. Как я люблю ездить по городам. Однажды мы поехали в город Оренбург и проезжали быстро. На автобусе, конечно, не остановились и не выходили мимо черного дельфина. Все знают, что такое черный дельфин. Там живут те, кто получил пожизненное заключение. Это такая тюрьма. Это такая тюрьма. Так это называется. Это самые-самые серьезные преступники, которые в этом черном дельфине пожизненном, которым нельзя работать, нельзя читать, которым можно только сидеть в их камере. Полный ад. И водитель, который в автобусе нас вез, как-то говорил с таким отвращением об этом месте, о тех людях, которые там сидят. Он их ненавидел. Он, конечно, считал, что они это заслужили. Я не берусь судить. Я не берусь судить. Но я стала думать. Господи, вот так вот действительно тебе ничего. Это все-таки страшная казнь. Ты молодым парнем когда-то еще был полон безумия и действительно кого-то убил, и оставшиеся 40 лет ты там. Ну да ладно. Танцы в камере это называется. Гоги попал в черный дельфин за убийство двух девочек-подростков, дочек его сожительницы. Девочки любили повеселиться, устраивали дома танцы под музыку. В тот вечер матери их не было дома. Гоги хорошо принял и захотел тоже потанцевать с девчонками. Им это сильно не понравилось, но Гоги к возражениям не привык и вспылил. Вот так все и вышло. Хотя он и сам до конца не понимал, что на него тогда нашло и как такое могло случиться. Людей он до этого никогда не убивал. Но тут очень уж разозлился. После следствия СИЗО, суда, приговора. Сначала это была смертная казнь, потом по указу Ельцина ее заменили на пожизненное. Уже в дельфине у Гоги, кавычки, брызнула фляга. Он все время улыбался. Били – улыбался. Кормили – улыбался. Выводили на прогулку – улыбался. Но в остальном было как все. Времена становились мягче. И даже в эту самую страшную колонию допустили священника. Он исповедовал и причащал желающих. Ему первому у Гоги открыло свое горе – девочки. Как только он поступил сюда, убитые девочки начали приходить и танцевать с ним рядом. Беззвучно. Ему музыки не было слышно, но им явно да. И танцевали они под что-то такое же, что и дома. Ритмичное, резкое, те же прыжки, жесты. Прыгали девочки где хотели. В коридоре, камере, души. Проходили сквозь стены. Гоги они в упор не замечали. Веселились сами по себе, но словно ему назло. Им-то он все время и пытался улыбнуться. Хоть как-то обратить на себя внимание, зацепить, задобрить. Но девочки не реагировали. Выслушав исповедь Гоги, батюшка велел ему поусерднее каяться и попросить прощения у матери убитых. Гоги послушно написал ей покаянное, жалстливое письмо и через два месяца получил короткий ответ. «Сдохни, мразь!» Слова были подчеркнуты тройной чертой. Гоги это не смутило. Он все равно каялся, читал, какие батюшка повелел молитвы. Девочки танцевали по-прежнему. Только незаметно переоделись в другое. Из обычного своего джинса, футболки, нарядились воздушные, белые, как балерины. Изменились и танцы. Теперь они танцевали парочкой. Что-то плавное, возвышенное. Даже музыка стала сквозь беззвучия проступать, вроде скрипки. Но на Гоги, который по-прежнему изо всех сил им улыбался, девочки по-прежнему не глядели. Сокамерник Гоги, дедридзадевист Пахомов, только пальцем крутил у виска и требовал отселить психа в психушку. Его не слушали. Тем более Гоги был небуйный. Священник тот же самый пришел снова только через полгода. Гоги взмолился. Не могу больше ни спать не дают, ни жить. Все танцуют, летают. Теперь еще и под музыку. Сколько я каялся, сколько плакал. Матери написал. Вот какой ответ получил. Сам погляди. Все по-прежнему. И священник дал Гоги новый совет. У Бога ты прощения попросил. У матери попросил. Теперь попроси у них, брат. Вставай на колени и проси. Нельзя вставать, не положено. Значит, вставай и проси мысленно. Ори, кричи, моли про себя, чтобы простили тебя, окаянного. Они бестелесны. Они услышат. И как простят, пусть перестанут приходить к тебе. Это и будет знак. Так Гоги и сделал. Он молил и просил прощения у убиенных неотступно. И очень долго. Получилось еще около двух лет. И вот наступила очередная Пасха. Ночью в тюремном храме прошла служба. Всю службу Гоги беззвучно проплакал. Еще и потому, что не видел, но чувствовал. Здесь они, рядом, никуда не делись. Не отступают даже на Пасху. Но наутро девочки к нему не пришли. И на следующий день тоже. И никогда. И Гоги перестала, наконец, улыбаться. Вот такая история. Не спрашивайте меня, документально или нет. И к последней книжке перейду. Я последний прыжок сделаю. Это книжка рассказов. Ты была совсем другой. Ее создание было омрачено тем, что ее я писала, уже прочитав учебники о том, как надо писать. Здесь присутствует ученик нашей школы. И я до того, как открылась школа литературного мастерства, разумеется, только слышала о том, что есть какие-то дурацкие книжки, как написать бестселлер. Презирала их всей собой. И вообще не помышляла о том, что там, может быть, что-то интересное сказано. Но потом так сложилось, что мы решили с подружкой моей, приятельницей скорее, рискнуть и позвать всех на взрослый литературный кружок. И открыли его летом. Не один ученик, не один Дмитрий, но и Наталья. Четыре раза Наталья проходила разные наши курсы. У нас, правда, много, и вы такая не одна, у нас довольно много тех, кто как пришел в нашу Creative Writing School, так уже и не может уйти. Но это отдельная история. Об этом мы поговорим завтра, завтра. Мастер-класс, литературное мастерство. Сейчас только о себе любимый. Значит, когда я поняла, что вот в школе скоро открываться, а конь не валялся, я срочно заказала из Америки учебники по Creative Writing, по тому, как писать книги. И совершилось очередное открытие. Оказалось, что среди этих учебников огромное количество, ну, не огромное количество, несколько их я прочла. Умных, глубоких, тонких, полезных, бесконечно. Полезных и мне, как писателю. Опираясь на эти книги, был создан, значит, и курс, и не один. И до сих пор я в изумлении наблюдаю, что если мы учимся писать вместе с моими учениками, то всегда получаются удивительно хорошие результаты. Оказывается, научить писать возможно. Хотя я тоже подозревала, что нельзя. Но как автору мне было это мучительно, потому что я обнаружила, что тетя Моте написано неправильно совершенно. Вот надо героиню вызывать симпатию, а я наоборот хотела, чтобы она немножко раздражала читательниц. Ну и так далее. Что много совершено вещей, которых в книжках не прописано. И даже наоборот. И тогда я решила не вступать в вечный диалог. Вот и противоречия с самим собой, есть и другие. И поддаться потоку. Поскольку я во многие из тех советов, которые были даны в этих учебниках, поверила, решила так и писать. Ну что-то, конечно, было написано совершенно независимо от этих учебников, но что-то нет. И мне кажется, вот скажу сейчас, очень будет скромная фраза произнесена, что это первая книжка, за которую мне не стыдно. Потому что мне за все немножко потом... Мне всегда потом мучительно становится своими книгами. А здесь нет. И такую фразу я про себя повторяла. Вот книжка, за которую мне не стыдно. Прошло полгода. Полгода назад она вышла. И я промолчу. Дальше пауза. Тем не менее, некоторые рассказы здесь по-прежнему еще чувства этого не вызывают. И один из них называется «Обними меня». Я хотела так и книжку назвать, но потом подумала, что... Потому что здесь мотив главный – жажда любви, которую испытывают все всегда. «Все, кто родился». И потом как-то мы решили, что, наверное, это очень получится как-то глянцево. «Обними меня». Ну ладно. Но рассказ, тем не менее, называется так. И он о женщине, которая проводила в Америку, в далекую страну, очевидно, в Америку, дочь. И вот он, конечно, отчасти автобиографический. И вот я прочту из нее фрагмент. Прочту фрагмент. И вот оно, как, оказывается, бывает, когда старшенькие вылетают из гнезда. Хотя на самом деле и того хуже. То, как Глаша уехала, был отдельный, прощальный ее номер. Глаше, соответственно, 18-19 лет. И Вера – это ее мать. Раз, другой Вера ей повторила, как будто рассеяна, глядя мимо. Надеюсь, ты не забудешь убраться перед отъездом. Надеюсь, оставишь все в полном порядке. В последнее время Глаша убираться у себя перестала вовсе. На полу лежал то носок, то вывернутые трубочками наизнанку джинсы, то бумажный носовой платок мятый. В предотъездный месяц, готовясь к сессии, дочка и вовсе переехала заниматься на кровать. На столе выселись книжные тетрадные горы, завалив и клавиатуру, и до подбородка компьютер. Ничего вместо него было теперь у Глаши макбук, который – щедрый подарок родственников на совершеннолетие. В суете, в коллективном закрывании чемодана, под неостановимый сеанс связи с Максимом, отец и муж, который постоянно прощался с Глашей, подключаясь из австралийского далека, под хохот трех дочкиных друзей, один был с зелеными волосами и железной серьгой, другой – щупленький, с кулачком вместо лица, зато в очках с черно-оранжевой пятнистой оправой, и любимая подружка человеческого вида, за возбужденными уточнениями, положен ли паспорт, где конверт с деньгами, сквозь последние звонки родственников, Вера и не заметила, что там с комнатой, убралась или нет. Но, вернувшись из аэропорта, отплакав, сдержанно на заднем сидении такси, и слепо, с непонятным чувством войдя к Глаше, застыла. Порядок в комнате был идеальным, действительно полным. Бежевая покрывала натянута, как в казарме, ни складочки, только розовый уголок подушки без наволочки чуть торчит. Ни привычных зверят, ни книжных завалов на столе, стены, на которых висели ее рисунки, постер с двумя обнимающимися обезьянками, мама и выросшая дочка, Тимкина жар-птица, подаренная Глаше на день рождения, светло-голубые, голые, на столе, тоже оголившемся, компьютер, под черной клавиатурой вырванный белый листок в виде ромашкового овального лепестка, пустой. Но где же тетради, книги? Она открыла ящик стола, мертва, аккуратно, лежали в древнем металлическом пенале, вместе покупали не для школы, для кружка по астрономии, ручки, карандаши, ластики и не бумажки. Распахнула шкаф, только тихо качаются вешалки, ни блузочки, ни футболки, ряд голых плечиков, скелетов живой одежды. За другой дверцей пустые полки, ни носка, ни шарфика. Неужели все увезла с собой? А варежки? Там же не бывает нормальной зимы. И все шапки, или раздала девчонкам, они шли и шли верениться, ее провожать все последние дни. А обувь? Зимние споги. Вот здесь, внизу, шкафа, наваленная пыльной кучей, обувь лежала всегда. И невозможно было не расчихаться. Но не было и обуви. Когда, куда она все это выкинула? Подарила, не спросясь, не посоветовавшись, как всегда в последнее время. Я уехала. Меня больше тут нет. Я была, а теперь отбыла. Вот что сообщала им Глаша. Без двусмысленности, без лишних всхлипов. И суть слова отбыла. Вдруг открылась вере во всей режущей жути. Когда умерла мама, было не так. Тоже страшно больно. И голым оказался мир, и она сама. Но от того ли, что последние годы жили они в разных городах, или что мама последние годы действительно превратилась в одуванчик, безобидный, необижающийся, почти бессловесный. И из друг раскрывшегося провала в небе, куда унеслась вместе с майским сквозняком ее душа, полил свет. Ощущение близкого до шевеления волос на голове присутствия невидимого мира и почти блаженства затопило веру. Такое явственное скопление. Тысячи тысяч душ ее, вопреки всему, развеселило. И выносимой оказалась скорбь. Перед лицом маминого ухода ее веренность жизни не казалась бессмысленной, пустой. Напротив, каждая минута налилась плотью смысла, потому что была подсвечена открывшимся другим миром. И несколько недель она жила этим смыслом, питаясь. Но, возможно, дело было в том, что мамина смерть не отменяла ее жизни. Наоборот, подтверждала, что ее-то жизнь продолжается и будет еще длиться долго, спокойно, уверенно. Мама распахивала ворота. Дочкин отъезд их затворил. Просунул сквозную дубовую балку. Не пошевелить. Глашина отбытия значила. Жизнь не продолжится. Жизнь позади, потому что главное в ней уже прожито. Жизнь прошла. Никогда больше веры не родит детей. Никогда не поедет в Коломенское на рынок детской одежды и не будет бродить. Меж рядов с ползунками, слюнявчиками и комбинезонами не прижмет к щеке. Желтенький чепчик в горошек, сладко предвкушая. Занятие для беременных, специальные упражнения на коврике каждый день, мучительно долгие роды, животная боль и непонятно откуда взявшаяся маленькая лохматая девочка с черными волосами. Никогда. Глашина явление в свет сопровождал громовой фейерверк. Салют. Всех ваша дочка победит, шутила акушерка. Это был теплый вечер. Дня Победы. Спасибо. На этом мы заканчиваем мой монолог и переходим к полилогу. У нас, смотрите, две книжки. Вот это и вот это ждут своих хозяев. Хорошие вопросы. Над чем вы сейчас работаете? Не хороший вопрос. А все остальные можно. Пожалуйста, я вас слушаю. Спрашивайте, что хотите. Говорите, что хотите. Я буду отвечать по возможности. Честно. В микрофон. Да, конечно. Спасибо. Ну, приятно, прежде всего, конечно, встретиться современной писательницей. Мы с моим другом Виктором Федоровичем специально пришли познакомиться с вами. Может быть, обменяться потом мнениями. Нам довелось встречаться со многими уральскими писателями. Например, Вадимом Кузьмичем Очеретином, Владимиром Шустом и другие. Их имена, наверное, мало, что говорят современные публики. Но, тем не менее, они были. Вы знаете, я хотел бы задать такой вопрос. Поскольку мы находимся в Ельцин-центре, ваше отношение к Борису Николаевичу Ельцину мог бы стать героем вашего романа или поиска, я не знаю. Видите, даже был помянут в рассказике, причем я уже про это забыла. Ну, какое у меня может быть отношение? Понимаете, это часть меня, да? Это моя молодость. Что? Нет, я из Москвы. Да. Нет, я приехала на два дня из далекой Москвы. Уж простите, но так получилось, да, что я там родилась, мам с папой тоже оттуда инженеры. Вот. Бывшие, разумеется, живы, слава богу, оба. Значит, мое отношение к Борису Николаевичу Ельцину. Ну, какое оно может быть? Я повторяю. Я вот все, 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 что о чем сообщает экспозиция, да, это все тебя вели... Сейчас. Как будто бы обрезом, обокнутым сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему. Пастернак о другом сказал, о любви. Но это тоже любовь, понимаете. Я присутствовала при всем этом, да, как и все мы, конечно, но мне-то тогда было там 15 лет, когда вдруг наша преподавательная история, которая преподавала у нас там общество знаний и прочую лабуду, вдруг она сказала, Горбачев первый раз выступил, да, по телевизору, сказал, человек умеет говорить. Все, понимаете. Это было невероятное счастье. Потом вдруг, значит, открыто, публично, да, человек отказывается, это уже я про Ельцина. Ладно, отказывается он от билета от своего партийного. Не в этом дело. Он просит прощения. Такого вообще не было в истории русской, что он говорит, простите, не уберег, да, про этих трех мальчиков, которые погибли в 91-м году. Это пронзало, понимаете. Это такая была, это, ну, ты стоялся на век его. Вот после того, как ты услышал слово прощения из уст, да, небожителя, который никогда, если, ну, которые прежде, никогда, да, не то, что же не желали прощения просить, но все было показухой, все враньем, все было не так. При том, что я была тоже, конечно, чуть-чуть меня затронула, я была честной пионеркой и даже чуть-чуть комсомолкой. И мне казалось, что вот теперь, у меня есть такая есть фраза в дневнике, да, я вступила в комсомол, теперь жизнь моя изменится, все буду делать совсем по-другому. Конечно, я была тоже девочкой из Советского Союза, но и вдруг оказывается, что все совсем по-другому может быть. Поэтому за это, да, за какую-то открытость, за бесстрашие, за честность, и Борис Николаевич, за готовность меняться. Я тоже это до сих пор, кстати, очень ценю в людях. Вот какие качества вы цените в людях? Готовность меняться. за то, что Борис Николаевич смог тоже из советского функционера стать абсолютно человеком другим, отказаться от того, что было ему дорого, не меньше, чем всем остальным. Да, чечненская война, да, разруха 90-х годов, да, люди, лишившиеся всего, да, мои родители тоже. Мой отец ученый, всю жизнь я работал в научно-исследовательском институте. Любил это дело ужасно, у него миллион авторских свидетельств, он был прекрасный исследователь резин, резин, их он в основном растягивал, истягивал, и вот его, и вот его, все, института нет, от института осталось три комнаты, потом рейдерский захват, и так далее, и так далее, таких историй миллион, просто я рассказываю единственную из тысяч, да, люди, которые лишились смысла жизни. Опять же, мой папа, он как-то сумел с товарищем, они объединились, там они открыли маленькое дело, в конце концов, там 90-е, да, а большую часть ничего не открыли и прозябали, ужасно это, ну, я не склонна винить к этому, в этом все-таки Борис Николаевичу, да, распала страна, да, цивилизация, Атлантида, да, ушла под воду, потому что, действительно, это была цивилизация, советская цивилизация, в ней было много, ну, по крайней мере, она была цельная, по крайней мере, да, и да, 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 на все это да, и на ошибки да, они были, но я не могу не восхищаться, я не могу не восхищаться им, я не могу не видеть его такого, ну, какой-то честности, все-таки он действительно не воровал, правда говорил, что думал, и он был широкой души, все, кто о нем вспоминает, все это вспоминают, что никогда не было мстительности, не было мелочности, он не был мелкий, это для руководителя вообще бесценное качество, да, вот так я к нему отношусь, мне, наверное, можно было многим распорядиться иначе, наверное, можно было раньше уйти, наверное, можно было найти себе лучшего преемника, хорошо нам судить, сидя дома на диване, да, он справился с тем вызовом, который история ему кинула, и таких очень мало, вот так, аплодисменты, приходящие в овации. Мои метод Ксения, вопрос на церковную тему и на более современную уже, да, к недавнему времени, в 2012 году, вы среди других представителей православной интеллигенции подписали обращение к патриарху, по поводу дела Пуссерайта, в котором вы напоминали о долге печалования церкви перед государством, об осужденных и так далее, могли бы вы прокомментировать реакцию патриарха и шире, может быть, церковного народа вот на это обращение по поводу Алёхиной Толоконниковой, не пожалели ли вы о том, что вы это письмо подписали, и, может быть, связанный вопрос, какое у вас отношение к закону о защите прав верующих, о защите чувств верующих? Вы знаете, жизнь такая плотная, я уже вообще ничего не помню, я помню, что были Пуссерай, я помню, что я что-то подписывала, я всё время что-то подписываю, ну, я как-то должна со своей совестью, которая мне говорит, вот, мир ужасен, ты ничего не меняешь, тогда я быстро подписываю письмо очередное какое-нибудь такое диссидентское, но никогда активным диссидентом не была и явно не буду. Значит, что касается Пуссерай, я не помню, например, какая была реакция патриарха на это письмо, она разве была? По-моему, её не было, а он не заметил нашего писка. Значит, какая его реакция была на Пуссерай, ну, ведь всё понятно, мне кажется, тут нечего обсуждать. всё-таки патриарх смонтирован в большую государственную систему. Стоило там, не знаю, ему как-то не так под шевелением мизинчиком тут же обнаружилось, что у него есть квартиры, любимые женщины и прочее, прочее. То есть ему тут же показали, да, где его место. Он поступил, как вы помните, вот что я точно помню, что он очень не сразу высказался по этому поводу. Очевидно, он не хотел в этом участвовать. Он был вынужден, видимо, но мы так реконструируем события, откликнулся, откликнулся отрицательно. И мы с вами понимаем, независимо от того, ходим мы в церковь, не ходим мы в церковь, что в принципе, петь песни любого содержания на амбоне, амбон не самое подходящее место для подобных выступлений. Так их уничтожить, этих девчонок, но они выжили, слава богу, и процветают, насколько я понимаю. И, конечно, оно того не стоило. Из пушки по воробьям и вообще благороднее, красивее было бы промолчать, не обратить внимания, обратить, но простить. Я имею в виду, государство так себя повести, оно так не смогло повести себя. Патриарх на этом фоне, который является винтиком в этой машине, что он мог сделать? Сказать, нет, давайте их простим, он бы вылетел из этой машины. Тут же обнаружилось бы еще множество неожиданных фактов про его личную семейную жизнь. И поэтому, очевидно, он этого не хотел, но он себя отчасти системой ощущал и поступил так, как надо было. Все, и мне как бы нету, я вообще никогда не была патриархом, не могу его не то что судить, а просто, ну, я понимаю причины этого. Мы чего хотим? Мы хотим, чтобы патриарх шел против системы, тогда у нас отменят патриаршество сразу же. Понимаете? Систему надо менять, не церковь, а система должна быть другой. Ничего, правда, не понимаю, но чувствую. А, о законе защиты верующих. А он принят? Ужас. Ужасный закон, плохой. Верующий не нуждается в защите, тем более его чувства. Вот такое у меня отношение. Они хранятся в его сердце, зачем их защищать? От чего? Только от самого верующего, который может потерять веру. Это да. Следующий вопрос, пожалуйста, просьба к задающему вопросу, держать микрофон поближе, а то плохо слышно. Хорошо. Достаточно ли близко? Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про вашу программу, которую вы курируете, магистрскую вышке. Пользуюсь случаем. Спасибо. Это вопрос, такие поддавки. Значит, пользуюсь случаем, приглашаю всех. Завтра я буду рассказывать, на самом деле, про два своих проекта, любимейших. Есть старший ребенок, литературная школа Creative Writing School, и есть младший ребенок. Вот вечно младшеньким везет, они вечно любимые. Но я не знаю, кто сейчас у меня любимый. В двух словах про каждый. Значит, есть три года назад началась вот эта новая совершенно жизнь. В Москве появились наши курсы литературного мастерства. Можно зайти на сайт и изучить, что там и кто у нас преподает. Преподают люди очень достойные. Это мы стараемся приглашать хороших, известных писателей, которые еще, большая редкость, по счастливому совпадению и говорить о том, как писать могут среди наших преподавателей Ольга Славникова, Марина Степнова, Дмитрий Быков. Виктор Шендерович придет к нам, преподает нам немножечко. Олег Дорман. И это вот самые свежие, я сейчас назвала последние имена, и многие другие. И это курсы 10-недельные. Они есть онлайн. Те, кто не может быть в Москве, хотя некоторые приезжают, не поверите. Я сама не поверила, когда вдруг какая-то женщина сказала, я из Новосибирска, приехала специально у вас учиться на два с половиной месяца. Все бросила дома, сняла там, не знаю что, квартиру, и что-то, в общем, приехала учиться. Так вот, есть очная школа, она проходит библиотеки, и обычно это всегда как-то очень хорошо и тепло, и осмысленно бывает. Это разные мастерские по прозе, по сценаристике, по драматургии. Угаров у нас преподавал, по поэзии иногда, не самая популярная мастерская, но тем не менее, когда ее преподает Дмитрий Львович Быков, все бегут. И другие разные специальности у нас там, все равно самая популярная остается проза. И поняв, что народ просто жаждет, мы бы никогда не решились, все-все-все первый раз, все абсолютно новая область была для всех, кто это делал, для всех организаторов, но тем не менее, письмо за письмом шло, онлайн, откройте онлайн, откройте онлайн, мы хотим учиться, мы живем в Екатеринбурге, мы живем в Екатеринбургской области, мы живем в Иркутске, мы хотим школу тоже литературного мастерства, и мы открыли онлайн. Мы не ожидали, что будет, а было то, что количество онлайн учеников огромное, у нас очень много учеников, неожиданно тоже для нас это было, из других стран, потому что русские вообще захватывают мир, и русскоязычных людей очень-очень много по всему миру, у нас был из ЮАР ученик, у нас из Австралии был ученик, у нас из Новой Зеландии, про Америку я не говорю, про Израиль я не говорю, про Германию я не говорю, всегда их много, люди, которые, таким образом свою ностальгию реализуют, потому что в онлайн-школе ты всегда можешь общаться со своей группой активно, обсуждать работы друг друга, и в итоге завершаю свой спич про это. Что меня трогает в этом проекте? Конечно, у меня есть несколько версий, зачем эта школа вообще нужна. Понятно, правда, там тысяча причин, и все важные, но одна из них у меня была такая красивая. Мне казалось, что, как всегда, раз напишем книжку про счастье, все сразу станут счастливыми. Вот в том же немножко духе, мне казалось, что если мы открываем такую школу, повышается уровень литературного мастерства. В принципе, поскольку наши авторы, даже лучшие из лучших, никогда не учились, как писать, и делают это по наитию, они совершают довольно очевидные ошибки. Довольно очевидные, которые, вот если их убрать, лучше будет текст. Понимаете? Сейчас я вспоминаю, кто это сказал. По-моему, Бунин сказал, что он бы хотел переписать Анну Каренину или Замятин, кто-то из них. Переписать Анну Каренину не в смысле написать иначе, а в смысле убрать длиноты, убрать повторы. Она была бы точно лучше. В этом есть, как ни странно, сермяжная правда. Гений все равно нуждается в редакторе. И гений все равно нуждается, на мой взгляд, в элементарной школе. Почему Толстой, Тостоевский, Пушкин в ней не нуждались? Потому что тогда была школа. Это была литературная среда. Сейчас литературной среды нет. Так вот, это одна из причин. Но, честно говоря, греет меня больше другое. Здорово повышать уровень литературного мастерства. Классно. И делать нашу литературу лучше. Это такая общенациональная задача. Супер. Но греет меня то, что, например, по результатам онлайн-школы вышло уже самостийно, никто их не просил, не говорил, три книжки. Это собираются выпускники. И говорят, когда нас еще опубликуют, да еще в этой пашне. У нас есть пашня, альманах ежегодный, куда попасть все невозможно, жесткий отбор, потому что отбирают лучших из лучших, а многие остаются за бортом. И вот люди собираются и выпускают на Редеро свой сборник рассказов. Пока они собираются, пока они обсуждают эти рассказы, пока они редактируют, пока идет процесс, они вместе, они со всех концов, планеты вообще соединились в одном, и дело, ради которого они соединились, очень хорошее. Издание книжки, литература, служение слову. И это классно, это здорово, что Creative Writing School, чего я вообще не предполагала, соединило такое количество людей по всему свету. Ну не зря, понимаете, когда ты чувствуешь, что ты... Ну много всего я делала в жизни, много лет писала в газете, неизвестно кому, неизвестно что, неизвестно зачем. У меня никогда не было такого острого переживания, как сейчас, что это все не зря, хотя бы для того, чтобы люди соединились, соединились ради хорошего. Рассказ окончен. Продолжение завтра. Следующий вопрос. Моя Александровна, у меня там вот дочка есть, была маленькая, когда она меня вообще с ног вылила вопросом, так посмотрит, прищурившись. Дядя Дима, ой, папа Дима, а ты зачем? Я такой бац и зависаю. Я вот в стиле ее хочу задать вопрос. А вот ваше творчество, оно зачем? Вы что хотите, как бы, им добиться? Какие цели вы перед ним ставите, может быть, не жизнь, а именно творчество? Я поняла. Спасибо большое, Дмитрий, за вопрос. Он очень важный. Если на него отвечать всерьез, то на него невозможно ответить кратко, в каком смысле. Не бывает одного, зачем. Когда я писала книжку, ну, скажем, современный Патерик, коротенькие истории про церковь, про христиан современных, задача была одна. Рассказать про эту живую жизнь, про которую никто не знает. Когда я писала «Бог дождя», история влюбленности молодой девушки в священника платонической, я преследовала другие цели. Я изживала проблемы, боль. Когда я писала «Тетю Мочу», я тоже изживала разные. То есть, понимаете, когда я писала про Константина Павловича Жизеэл, мне хотелось рассказать людям про этого удивительного, странного человека, брата Александра и Николая. Сейчас там я пишу про Лескова. Цель такая же, скорее просветительская. То есть, понимаете, задачи каждый раз в зависимости от книги меняются. Но они все равно, они все равно все скорее эгоистические. Какое счастье, когда нас прочитывают, видят что-то родное в этом. И, конечно, мне там многие, многие писали. И я, тетя Мотя, начало письма. Это вы написали про меня. Конечно, многие себя узнают в том, что ты пишешь. Это естественно, в этом нет никакого чуда. Это, может быть, какой-то наивный читатель удивляется. Но мы же понимаем, что жизнь списывается, литература списывается с жизни, литература описывает некоторые модели жизненные, которых не так много. И неудивительно, что мы люди, у нас у всех две руки, две ноги, да, и два глаза, вдруг находим в книгах совершенно нам неведомых авторов что-то себе близкое. Ну, потому что мы люди. Поэтому, да, это здорово, когда в ком-то отозвалось. Но пишешь ты все это ради себя. Как я тут недавно выслушала, кстати, лекцию нашего нового онлайн-курса Марины Степновой о том, зачем люди пишут, она честно говорит, если у вас нет горя, беды, трагедии, драмы, вообще, вам не о чем писать, не пишите. Книги пишут несчастные люди. Они таким образом хотят стать счастливее. Это чистая правда, конечно, это так. Конечно, художественная проза. Поэзия, может быть, в меньшей степени, но тоже. Это попытка гармонизировать собственный внутренний мир. Ну, и внешний, если получится. Это так. Поэтому, зачем я пишу? Так было раньше. Сейчас я уже взрослая девочка. Мне уже все-таки годы идут. И, вообще-то говоря, удалось мир гармонизировать не только с помощью книг, но и разными другими способами. И я сейчас, кстати, просто не пишу в этом состоянии гармонии уже целых полгода. Ни строчки. Когда что-нибудь меня опять ударит, тогда... Ну, дочка уехала, я перенести это не могла. Ну, написала рассказ, стало мне полегче. Потом прошло время, стало еще полегче. И вот так. Такой туманный ответ. Но зато пробел. Спасибо. Может быть, отчасти вы уже предыдущим ответом на мой вопрос ответили. Но вопрос у меня, может быть, несколько личный. Насколько вы готовы на него ответить? Вот для меня очень дороги первые книжки, как «Бог дождя» и «Современный патриарик», они как бы даже в жизни для меня много, можно сказать, сыграли. И в связи с этим хочется спросить уже, вот на самом деле, целых 10 лет, прочитав «Бог дождя», вот вопрос грубо так задам. Может быть, сколько процентов вас как человека вот в этой книжке? То есть, насколько это про вас? Насколько это про меня? Это правильный вопрос. Завтра я буду об этом говорить и о том, как живые люди, я не ухожу от ответа, я сейчас отвечу. Живые люди превращаются в героев и как автор превращается в повествователя. И когда это происходит, когда желтая тыква превращается в золотую карету, происходит волшебство. Понимаете, это правда. Поставить знак равенства, вот такой жесткий знак равенства между автором и его героем, даже если роман вообще автобиографический, если он назван автор по имени, как у Эдуарда Лимонова часто, в его прозе, или у Сергея Шаргунова, или у Романа Сечина, вам не чуждого, переселившегося в город Екатеринбург, замечательного автора, у которого многие герои абсолютно автобиографичны. Можно ли сказать, что это он? Нет, нельзя. Нельзя. Потому что перейдена та заветная грань между жизнью, между вот этим пространством, этим креслом, этим микрофоном, этой минутой, этим днем, этим морозом, и волшебным миром искусства. И когда мы в книге, а Бог дождя – это художественный текст, ставить знак равенства между мной и героиней невозможно. Конечно, невозможно. Тем более, что Бог дождя писался дважды. И первый раз «История одного знакомства», когда это в 96-й, по-моему, 98-й год, где-то вот эти годы, он был написан от первого лица, он был гораздо более неумелым, этот текст в отношении как раз литературного мастерства. И тогда, конечно, это я, эта героиня была очень мне близка. Но потом, когда издатели захотели переиздать эту книгу, и я ее перечитала, мне показалась такой детской, что я ее переписала. И вот уже появилась она, появилось у этой героини имя Анна, появилось отстранение, появилось 10 лет, которые прошли с тех пор, как то, что переписывала я ее, писала в 96-м, 97-м, мне было там 26-27 лет, а переписывала в 2007-м, писала уже другой человек совершенно, и эта героиня еще меньше стала мной. Конечно, там есть я. Но если бы у нас были эти градусники температур, измерители, амперметры и прочие важные приборы, которые дают понять, сколько процентов там меня. Я надеюсь, что меня там не так много. Я надеюсь, и когда я забегаю вперед, и так же было и с тетей Моти, мне хотелось и в «Боге дождя», и в «Тете Моти» все-таки написать собирательный образ, образ собирательный, да, вообще девочка, которая пришла к вере, которая вот столкнулась с церковью, с чем она столкнулась. Как бы хотелось, понимаете, это тоже особенность литературы. Что значит «мне хотелось»? Это особенность литературы. 150 миллионов говорят устами моими. Маяковский. Так себя ощущает художник. Вот это в этом его и проклятие, в этом его и счастье. Он говорит от имени человечества. Гордо, наверное, звучит, но так это, понимаете. Поэтому, ну, конечно, там много меня. Ну, конечно, я тоже училась на филфаке. Ну, конечно, я тоже пришла к вере в то же время. Но пришла совершенно иначе. Это придумано абсолютно. Дача, одиночество, желание самоубийства. Нет, этого не было никогда. Это было совершенно по-другому. То есть там выдумки огромное количество. Так что, ну, есть и правда. Разумеется, она там есть. Марина Александровна, можно вопрос? Я как раз яркий представитель выпускников вашей школы. И как раз в 15-м году я прошла первый реальный курс, приехала в Москву. И у меня вопрос в связи с этим связан. И потом два онлайн-курса. И один, опять же, летом я приезжала вместо отпуска на детский ваш курс. И я знаю, и от всех выпускников большая благодарность. И вы сказали, что сборник, и вот тоже первый сборник кухни 10-20, я тоже участница. У меня огромное количество друзей среди школы. И я знаю, что каждый преподаватель вашей школы, включая вы, читает огромное количество текстов начинающих писать или пробующих со своими какими-то, скажем так, особенностями. Как на ваше творчество, как писателя, влияют ли тексты, которые вы читаете, художественные, ваших учеников? Как вы умудряетесь отстраняться либо не отстраняться? Как вообще происходит? То есть вы, как писатель, читая других писателей, влияют ли их тексты на вас, на ваше творчество? Поняла. Спасибо большое. Спасибо. Потому что мне трудно ответить начинаю этот вопрос. Я, как сказать, вот наших слушателей в школе и в магистрской программе, про которую обещала рассказать, не рассказала, завтра расскажу. Ну, в общем, есть теперь магистрская программа в высшей школе экономики, которая учит на писателей. Так вот, я я радуюсь. И поэтому это вот это отношение, такое. Я ужасно радуюсь, когда получается. Мне, конечно, это просто, просто я испытываю счастье. Для меня самое большое счастье замечать, как человек растет. И действительно, это не быстрое дело. Но вот за два года, за три в итоге, вот несколько человек, за чьей прозой я слежу. И они, ну, действительно выросли, просто невероятно выросли. И я радуюсь. И все. И все. Я не могу сказать, что их рассказы на меня влияют. Нет, этого я сказать не могу. Я вообще не знаю, что на тебя уже может повлиять, когда ты уже такой весь сложившийся. В общем, позади довольно много пройдена верст. Поэтому нет у меня такого чувства, что на меня кто-то из моих студентов влияет. Вот так. Вот так. А если говорить не о студентах, то, конечно, некоторые книги на меня влияют. Вот когда мне кто-то задаст про книги вопрос, что там я читаю, что меня поразило, я и расскажу. Да. Мария Александровна, кроме литературного творчества есть какой-то вид искусства, живопись, музыка, кинематограф, театр, который вам наиболее близок. И чем именно? И что именно близко? И под вопрос, смотрите ли вы российский кинематограф? Спасибо. Прекрасный вопрос. Я очень люблю живопись, я очень люблю театр. И ни в том, ни в том, я не специалист. Но когда я когда-нибудь приезжаю в европейский какой-нибудь город, я бегу в галерею. Недавно я была в Вене, всего два с половиной дня. И так складывалось, что я не успевала, не успевала, не успевала в национальный художественный национальный художественно-исторический музей, в котором я уже бывала. И вдруг мне осталось полтора часа, и я поняла, что или сейчас, или никогда. И я туда пробежала, запыхавшись там за 10 минут до закрытия, ну, закрывалась, но еще можно было ходить. И увидела Брегеля, своего любимого. И просто мне хотелось рыдать, потому что я люблю его охотников, я люблю этот снег, который тает так явственно. Я люблю это небо. Я вообще люблю европейскую живопись, и не только европейскую, русскую, ну, российскую, конечно, тоже. И мне это всегда, меня это всегда как-то, ну, как и вообще любое искусство, но к некоторым видам искусства мы глухи, потому что, например, не научили. Ну, скажем, классическую музыку я тоже люблю, но я настолько в ней ничего не понимаю, что для меня это приятный фон. Да, и я там, когда я еду на машине, включаю орфей, он у меня приятно, меня, значит, развлекает. Но это мне не так много говорит, как, скажем, живопись. Она что-то говорит. Моей душе причем. Не мне даже, не моей голове. Какой-то такой разговор, картина с душой. И, конечно, театр. Я люблю театр. И при этом хожу я туда достаточно редко. Но все-таки на все такое шумное и заметное обычно я хожу. На что? На что? Ну, как, назвать имена режиссеров? Назвать театры? Привет, последний раз я была в театре Угарова. Смотрела очень странную пьесу. Театр Дог. Любопытно. Последний раз я была в театре, ну, просто так получилось, что мне нужно было навестить дочку. Вот, я была в Нью-Йорке. Там был театр Глобус английский, британский, который приезжал в Москву. И они там тоже показывали Фертренелли, как-то так, певец, пьесу, которая как бы в декорациях и стилистике шекспирского театра поставлена. И мне тоже это очень понравилось. Я люблю Вахтанговский театр. Кто там? Туминус, да? Так его зовут. Я раньше любила Гинкеса, но сейчас он стал, по-моему, немножко слабее. Я как-то традиционно люблю Женовача. С тех пор, как он мне рассказал, о чем Роман Лескова захудал и рот. Хотя, как вы знаете, Женовач предельно мало ставит. Он просто читает. Его студенты, бывшие его актеры очень хорошо и очень точно прочитывают классические тексты, а постановочная часть там минимальна. Я люблю современный театр. Вот иногда к нам приезжают поляки. «Лукас» – это тоже здорово. Совершенно он другой. Это современный театр. И видео сначала меня раздражало, а теперь мне кажется, а как же без видео. Вот посмотрела театр «Глобус». Там все так скромно, мне показалось бедно, боже, думаю, да что же это за театр какой-то ущербный. Вот, уже не хватает эффектности. Так что да, конечно, да, конечно, театральное искусство тоже мне близко. И вот спасибо за прекрасный вопрос. Моя Александровна, вопрос такой. Вот встреча с вами проходит в таком замечательном месте, как книжный магазин «Петровский» среди сотен, если не тысяч совершенно чудесных книг. И вопрос такой. А не считаете ли вы, что в настоящее время наблюдается некий переизбыток артефактов? И что по большому счету писателей едва ли не больше, чем читателей? И так далее. Художников больше, чем зрителей, актеров и режиссеров больше тоже, чем людей, способных воспринять искусство. Потому что не наблюдается некий переизбыток. Я понимаю. Но смотрите, все-таки в этом вопросе, наверное, есть. Вы понимаете, если мы прибегнем просто к математике, то выяснилось, что писателей все-таки меньше, чем народонаселение. Это точно. Во много-много раз. И вообще художников меньше. Потому что это все-таки некоторая одаренность предполагает. А люди одарены почти все, почти каждый. Но просто в разных областях. Кто-то замечательный кулинар, предмет моей вечной зависти. Когда я тортик ем прекрасно с кем-то изготовленный, вот, а я не так не умею. А кто-то одарен живописным даром и так далее. То есть, но так устроен мир, что те, у кого художественное дарование, они заметны просто. Потому что это предполагает публичность. И все равно не меньше читателей, потребителей искусства, чем писателей. И другое дело, вот то, о чем вы дальше сказали, что есть ли люди, достаточно ли людей, которые могут современное искусство воспринять. Их, может быть, немного. Кстати, еще вот этот вопрос, сейчас мы попробуем о нем подумать. Я не знаю, как в Екатеринбурге, но в Москве в театрах аншлаги. Всегда почти. Пустующих театров, но из главных просто нет. Я, может, все время хожу на такие спектакли, где нет, ни билет не купишь уже за несколько дней до начала. То есть, все-таки людей, желающих очень много. И даже больше иногда, чем мест в зале. А могут ли они это понять и воспринять? Это сложный вопрос. Но, безусловно, чтобы понимать, нужно овладеть грамотой музыкальной, чтобы понимать музыкальную пьесу, литературную и так далее. И в школах этому не очень учат, тому, как воспринимать картины, как воспринимать Моцарта Баха. Поэтому действительно среди потребителей, назовем их так, современного искусства, подавляющая часть дилетантов. И прежде, чем ты скажешь «фу, мазня», ну, конечно, сначала хорошо бы изучить историю искусства. Ну, сначала выучи, это я не вам, а просто абстрактному, странному человеку, который говорит, я этого не понимаю. Или там минимализм в театре. Да, когда на сцене, не забыл, как зовут этого замечательного немецкого режиссера, огромная-огромная конструкция, где все, и нет ни одного актера, и только иногда голос раздается, иногда звучат какие-то, раздаются звуки, музыка. И это спектакль, это что вообще? И я это не понимаю. Ну, не понимаешь, попробуй разобраться. Вот когда ты разобрался в искусстве и понял, что тебе хотели сказать, дальше ты имеешь право сказать. Я этого не понимаю. Вот тут я вижу проблему. А в том, что пишут много людей, да как хорошо. Пусть каждый пишет, пускай будет так, как вы говорите. Читателей будет меньше, чем писателей. Пусть. Это хорошо, потому что заниматься творчеством, заниматься искусством, это человеку хорошо. Это его делает счастливым. Пусть он будет счастливым. Таким образом. У меня церковно-литературный вопрос по поводу вашего отношения к феномену успеха книги Марии Кикоть «Исповедь послушницы». Тем более, что ходили такие смешные слухи, что это никакой Марии Кикоть на самом деле нет, что это моя кучерская написала, точно так же, как она написала «Уйти по воде», и что вот все то, что выходит под женским пером на эту тему, это все написала моя кучерская. Как вы относитесь и к самой книге, и к феномену ее успеха, такого шумного? Тем, кто еще не знает, кто такая Мария Кикоть, это не моя кучерская. Я скажу два слова про эту книжку. Действительно, не так давно в сети была выложена сначала в живом журнале, а потом вышла книжкой, вышли документальные записки послушницы монастыря. Она так и не стала монахиней, мне кажется, которая семь лет провела в монастыре и женском, и рассказала о том, как живут там послушницы. Всю правду, что началось, началось, ужасный начался шум, потому что оказалось, что, как и любое закрытое учреждение, в этом смысле монастыри ничем не отличается ни от аримы, ни от тюрьмы. Любое закрытое учреждение, на которое не направлен луч гласности, луч публичности, там творятся беззакония. Творятся беззакония. Это не значит нарушение закона, буквально, и преступление, но это нарушение каких-то этических, моральных, нравственных норм. И это происходит, и это так. Все, кто имел отношение к современному женскому монастырскому существованию, все только плечами пожали, включая моих подруг, которые живут сейчас давным-давно в монастырях, и сказали, ну о чем мы нового тут узнали? Ничего. Но новостью это стало для людей внешних. Ну что новостью? Ну что много унижений, что очень тяжелая физическая работа в монастыре, что есть игумени ее приближенные, которые живут по одним законам, а простые послушности живут по другим, что процветает доносительство. Ну все это есть в монастырях женских, в особенности, ну наверное в мужских, просто еще нет исповеди послушника. Вот пусть выйдет, и тогда мы узнаем все подробности про мужские монастыри. Главный вопрос, который вызвала эта книга, насколько я понимаю, стоило ли ей писать про это? Тем более там все-все-все были названы конкретные лица, по именам, и уж как им это читалось, и что они при этом испытывали, страшно даже себе представить. Стоило ли писать и придавать публичности вот эти очень неприглядные факты из жизни женского монастыря? Ну человек имеет право. Я думаю так. Ей хотелось про это рассказать, она рассказала. Все. Дальше. Имела ли это, оказала ли она, какую-то пользу она принесла этим хоть кому-нибудь, тем, кто живет в этом монастыре, другим монастырям? Ответ очевиден. Ну, конечно, нет. Ничто не изменилось. Ничто не изменилось. Может быть, несколько человек, послушниц, выдохнули и сказали, как хорошо, что наконец об этом сказано вслух, как хорошо, что это произнесено. И, наверное, для какого-то общего мироустройства и просветления мира, довольно абстрактного, впрочем, это хорошо. Но что касается конкретной пользы, я ее не вижу. Я ее не вижу. И, видите, колеблюсь. Я не говорю, что не надо было этого писать. Я говорю, что все так прогнило в этом государстве, в широком и узком смысле этого слова, что, ну, наверное, пусть будут такие первые пташки. Наверное, пусть будут. Но что эта книга ничего не изменила, а что все-таки очень многим она доставила и боль, и боль. И, понимаете, вот там есть одно но. Оно очень маленькое, оно мелким почерком, но оно есть. Мария Кикоть сама призналась, что она больше не верит в Бога. Она потеряла веру. Она потеряла веру. Это ужасно. Понятно, что все, что с ней произошло в монастыре, к этому ее привело. Но это все-таки два разных мира. Мир верующего человека и мир неверующего. И все-таки те, кто приходят в монастырь, они обладают вот этой огромной верой, которой мало кто обладает. И они верят, что это нужно так, что это хорошо так. И их вера сдвигает горы. Они действительно становятся лучше. Они действительно обретают, они, наверное, двигаются к совершенству, движутся. Что там должно быть все более человечное, но безусловно, в монастыре. Но повторю, попробую сформулировать окончательную мысль, что записки послушницы, исповедь послушницы написаны пером неверующего человека. Это важно. А те, кто приходят в монастырь, это верующие люди. Они живут в другом пространстве. Они немножко в другом космосе. Есть точки пересечения, но это другое. Там другие законы, там другая совершенно жизнь. Там происходят чудеса, там происходит совершенно... Там по-другому все. Там пространство не трехмерное, а четырехмерное. Понимаете? Поэтому судить по законам трехмерного атеистического мира о том мире так безапелляционно не стоит. Невозможно. Система ценностей другая. Понимаете? Хотя я тоже за добро и за человечность и против унижения, и против того, чтобы игумене жила хорошо, а девчонки страдали. Ну, вот так. Майя Александровна, здравствуйте. Я хотела бы спросить вас, были ли у вас какие-нибудь фильмы или книги, которые вы прочитали в юности или в последующей жизни, которые произвели на вас большое впечатление? Спасибо. Длинный же список будет. Давайте начнем с конца. Давайте начнем с конца. И я назову только одну книжку. Ты же когда много называешь, всех... Ну, ты себе назову потом там несколько своих любимых авторов, которых я всегда жду, читаю, когда выходят их новые книги. Ну, ладно, две назову книжки. Назову самое свежее впечатление, хотя он уже тоже ему уже месяц. Одно меня поразило с разных точек зрения этот текст, это произведение. Это книга, которую написала Наталья Ким. Это называется книга странная, не очень рыночная. Это вообще книжка не для того, чтобы быть рыночной, хотя ее, по-моему, купили все и полюбили. Называется она так. «Родина моя, автозавод». «Родина моя, запятая, автозавод». Наталья Ким живет в районе метро автозаводское. Это такой рабочий район, который сформировался вокруг ЗИЛа, да, завода ЗИЛ, раньше, понятно, процветавшего в советские времена, потом полуразвалившегося. Ну, такая рабочая окраина. И Наташа в одной школе учились, только она младше, поэтому я так ее называю, написала маленькие документальные истории о своих однодворниках, однодворниках, тех, с кем она во дворе жила вместе, дружила, о своих одноклассниках, о том, что с ними стало, немножко о своей жизни. Это маленькие истории. Они такие подлинные, они так прекрасно написанные. Там настолько нет и тени креатив-райтинга в том смысле, что они написаны. Это просто человек бесконечно одаренный литературно, поэтому, понятно, она пишет легко. Это дочка певста, конечно, Барда, Юлия Кима. Так что гены, я думаю, там включились. И мне она очень понравилась. Это, конечно, во многом не то, что она ностальгическая, она ничуть не ностальгирует тоже по советской эпохе, но она рассказывает о тех временах очень точно. И главное, и так, она очень настоящая, очень подлинная, и она рассказывает о людях, преимущественно, на которых мы обычно внимания не обращаем. Удивительным образом у нее есть такой большой социальный заряд. Закрыв ее, хочется дать помочь бомжу, спасти его. Там много таких маргиналов, фриков, каких-то бабок, которые роются на помойке. Один эпизод, и все, и замолкаю. Про Наталью Ким. Ну вот она пишет про бабку, которая там жила в какой-то соседней коммуналке, не расселенной, не так и не расселенной до последнего времени. И эта бабка очень какая-то вела себя, как будто она из бывших, из благородных. Я так понимаю, она умерла уже давно, но Туся ее помнит по детству. И она славилась тем, что она каждый день ходила на помойку и там что-то себе находила, несла в свою комнатушку. И вот она умерла. Она умерла, ее комната, конечно, представляла собой абсолютный клоповник. Да, ужасная антисанитария, но подоконник был чист. На чистом подоконнике стояла идеально вымытая бутылка. А в этой идеально вымытой бутылке стояла засушенная роза. И Туся пишет, что вот я себе представляю, как она нашла эту розу где-то выброшенную. Чей-то чужой, разумеется, букет, потому что ей букеты не дарили последние 70 лет. И прижав его к груди, этот цветок пришла домой и нашла для него эту бутылку и вымыла, и поставила. И она ее утешала. И вот это вся такая книжка. Она, понимаете, там нету соплей и слез никаких лишних. Но она, конечно, она трогает и пронзает. Это было главное читательское впечатление в последнем времени. Я с интересом продолжаю читать очень большую книжку. Для меня это много. Я ее люблю покороче. Туся Ким прекрасна тем, что она написала короткую книжку. Я смогла ее прочесть сразу. Это «Память и память» Марии Степановой. Это очень интересный опыт такой литературный. «Память и память». Я думаю, этой книжке, у нее уже начался успех и ждет ее еще больше успеха. Это рассказ о своих родных, о истории своей семьи, о том, что такое память. Это прекрасная проза, но это и проза документальная, это и соистика. И эта история, разумеется, и нашей страны болезненная. В общем, такое полезное очень чтение для всех тех, кто вдруг решил разобраться, а кто там, где там моя бабка жила, где-то деревня, где-то дом. И рассказ о том, как много это дает, как это обогащает мир. Вот два главных впечатления. Ну, а мои любимые писатели Шишкин, Водолазкин, Петрушевская, кое-что у Лицкой и Вишневецкая написала недавно замечательный роман. Мне очень понравился. Он вышел в журнале «Знамя» только что. Называется «Жизнь Лизыка». В открытом доступе читайте. Это хорошая проза. А современная жизнь такая мастерская и тоже глубокая, немножко сентиментальная. Вот так. Ну, хорошо, друзья. Давайте. Даже два. Здравствуйте. У меня вопрос. Что вдохновило вас на написание первой книги? Первой книги? Первая книга – это тетрадочка общая. Не помню, за сколько копеек. Три с шесть листов была куплена с серой обложечкой. На ней было написано «Моя книга». Это был семейный роман, вы не поверите. Мужей о жене и об их сложных драматических отношениях. Мне было тогда одиннадцать или десять лет. И роман закончился в конце второй странички. Лист. Это было короткие, назывные предложения, что с ними произошло, что меня вдохновило. Ясное понимание, что я писатель. Вот тогда это и произошло. Это все чистая правда. А что касается моей первой книги, да я, понимаете, поскольку, я говорю, жизни было сразу одновременно много, и все-таки профессиональная жизнь была в основном филологическая, кончила университет, поехала диссертация, прочее, прочее, то я как-то себя писателем долгое время вообще не воспринимала. И первой книгой был, конечно, Патерик, но только это никакая была не книга, а крошечные фрагменты. Вот там один барышка был там, не знаю кем, людоедом и прочие ужасы. А смотри, Патерик. Так вот, я написала какие-то кусочки, и этих кусочков было много. И если бы мне мой друг, один старший, не сказал, напиши уже книгу, что-то все кусочки, напиши побольше. Я бы никогда не решилась, потому что мне казалось это так дерзко написать книгу. Ну, тем более, да, и мне тогда было еще очень мало лет, и я не дерзала. Но потом, потом действительно появился Патерик. И что меня в итоге подтолкнуло, помимо слов этого приятеля моего, ну, желание рассказать, что это какой-то разноцветный мир современной церкви православной. Какой он разный, какой он трагический, какой он веселый, какой он ужасный, как много там всего. Об этом не было ни слова. Вот такого слова об этом мире в тогдашней литературе двухтысячных не было. И мне казалось важным это рассказать. Вот так. Так, еще один вопрос. У нас есть именно последний вопрос. Так что? А лучшее-то, где же вопросы-то? Надо же их вспомнить все. Майя Александровна, сейчас будет. Да, 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 да. Без сомнения. Вот у этого мнения, такое правильное мнение, что писатель чувствует глубже, чем остальные люди, и предчувствует изменения какие-то глобальные события раньше остальных. И в последнее время, кстати, у нас есть два очень хороших примера. Это остров Крым и невозвращение. Невозвращение. Что предсказывалось, то и случилось. Вот. И поэтому у меня вопрос к вам. А какие фантазии о будущем или предчувствия обуревают вас на будущие годы? И вот еще к этому же. Вот в литературе есть такой вечный, вечная тема. Человек страдает от одиночества. Не кажется ли вам, что в ближайшее время на этот вопрос придется смотреть совсем с другой стороны? Где найти одиночество? Поскольку так глобальная сеть захватывает и сжимает всех, то, возможно, в литературе придется идти с другой стороны. Как вот ваше мнение по этому поводу? Спасибо большое. Я пока вы говорили про одиночество, забыла первую часть вопроса. А, предчувствие. Будущее, будущее, будущее. Да, да, да. Ой, фантазии. Это фантазии и предчувствие. Ну, понимаете, я вот как раз когда сюда летела, прочитала газету «Ведомости», там рассказывается о том, что обсуждалось на Гайдаровском форуме. Я всем им верю, это же эксперты, они говорят, что ничего хорошего нас не ждет. Все будет только плохо. Это экономисты, это те, кто занимается этим профессионально. Но я также знаю, и мы с вами все это знаем, что существует политическое пространство, а существует частное. Если человек занят по роду своей деятельности политикой, или он политизирован, то он очень остро реагирует на то, что происходит в политическом пространстве. А если он больше живет жизнью частной, ну, например, жизнью семьи, то его это не так задевает. И мы хорошо знаем, что в сталинские репрессии в их разгар были тысячи людей, которые едва вообще слышали о том, что это и как это. И вообще на это особенное внимание не обращали. Продолжали влюбляться, жениться, рожать детей, хоронить своих близких и жить какой-то своей совершенно отдельной жизнью. Я не говорю, что это хорошо, но так устроен человек. И все люди тоже разные. И кто-то политизирован, мой муж, ходит на все митинги. Все. Я главный мой политинформатор. А кто-то не политизирован, сколько я. Конечно, нет. Хотя у меня тоже есть там какие-то... Продолжение следует... Продолжение следует...